Телеканал КРТ представляет Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, ее ведущий Данил Богатырев. Битва за Портленд, битва за Сиэтл и подготовка к битве за Чикаго. Именно такие словосочетания можно было встретить на минувшей неделе в американской прессе. Речь идет о второй волне протестов в крупных американских городах, которую администрация Дональда Трампа решила усмирять при помощи подчиненных Вашингтону силовиков. В текущем месяце особо сильные протесты разразились в городе Портленд, штат Орегон. Как водится у представителей рукопожатной либеральной общественности, борющихся за расовое, гендерное и прочее равенство, они сопровождались погромами магазинов и столкновениями с полицией. Деморализованные местные правоохранители, руководимые демократами в местных органах исполнительной власти, не могли справиться с беспорядками. В результате в середине июля по решению Дональда Трампа в город были введены так называемые федеральные агенты. Здесь нужно прояснить кое-что по поводу американской правоохранительной системы. Дело в том, что полиция в каждом городе и населенном пункте США муниципальная, то есть подчиняется местным властям, а не напрямую некому министерству с центральным аппаратом, сосредоточенным в столице. В результате полицейские в отдельных штатах и городах зависимы в своей работе от местного политического руководства. Учитывая то, что наиболее активные бунты происходят в городах, где мэрами являются представители демократической партии, нетрудно догадаться, почему местная полиция не может, а точнее не получает приказа, их подавить. В этой связи отправка федеральных агентов в Портленд выглядела вполне логичным решением. По сообщениям американской прессы, одетые в бронежилеты с надписью «Полиция», зеленую военную форму и защитные маски люди, жестко подавляют протесты, при этом производя аресты и используя слезоточивый газ в случае нападения на них. На ввод в Портленд этих зеленых человечков из Вашингтона митингующие отреагировали еще большим усилением протеста и сменой его лозунгов. Как нетрудно догадаться, теперь они требуют вывода из города федеральных агентов. В этом их поддерживают губернатор штата Орегон и мэр Портленда. 22 июля потворствующие погромщикам городские чиновники вместе с мэрами Сиэтла, Атланты, Чикаго, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Денвера, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе, Окленда, Тусона, Сакраменто, Феникса и Канзас-Сити, а также Миссури, обратились к генеральному прокурору Вильяму Барру с требованием вывести федеральные силы из тех городов, куда они уже введены, и не вводить их в населенные пункты, где полицейские операции только планируются. В своем письме городоначальники назвали решение о вводе федеральных агентов в их города ни много ни мало узурпацией власти. Вот что пишет по этому поводу информационное агентство CNN. Цитата. В письме говорится, что федеральные агенты применяли значительную силу против протестующих в Портленде по ночам. Офицеров обвиняют в том, что они выхватили человека с улицы и поместили его в автомобиль без опознавательных знаков, а также выстрелили другому протестующему в голову нелетальным боеприпасом. «Это тактика, которой мы ожидаем от авторитарных режимов, а не от нашей демократии», – написали мэры. О том, как выглядит демократия в представлении членов одноименной американской партии, можно судить по недавним событиям в Сиэтле. В субботу в этом городе протестующие бросали в полицейских камни, бутылки, фейерверки и другие взрывоопасные вещества. Более 20 сотрудников полиции пострадали в результате попадания в них. По данным полиции, по меньшей мере 45 человек были арестованы по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов и в отказе разойтись. Ранее протестующие, применив взрывчатку, сломали забор на месте строительства центра для содержания несовершеннолетних под стражей. Кроме того, участники беспорядков разбили окна в здании суда округа Кинг. Также на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в Портленде и Техасе в ходе протестов погибло по одному человеку. Разумеется, о том, как демократические протестующие нападают на полицейских, бросают в них камни или даже стреляют, а также пытаются освободить из-под стражи малолетних преступников, в своем письме городоначальники ничего не написали. Напротив, они утверждают, что большинство протестов были мирными и направленными на улучшение жизни в общинах, а там, где дела обстоят иначе, это не оправдывает использование федеральных сил. Действительно, ведь после погромов превращение центра города в помойку или массового насильного покаяния белых граждан перед их черными собратьями, жизнь в общинах улучшается. Вот уж воистину, разруха не в клозетах, а в головах, как говорил персонаж популярного фильма. Ну а что же самый главный узурпатор власти и поборник тоталитарного режима Дональд Трамп? Судя по данным социологических исследований, дела у него идут неважно. Как сообщает агрегатор данных об электоральных симпатиях RealClearPolitics, его средневзвешенный рейтинг на данный момент составляет 40,9% против ровно 50% у Байдена. Эти данные основываются на суммировании результатов восьми опросов, проведенных по заказу различных изданий и социологических служб. При этом при сохранении нынешней тенденции и рейтингов за Трампа проголосовало бы немногим более 130 выборщиков, а за Байдена более 300, при необходимых для победы 270 с лишним голосов выборщиков. А вот издание The Economist вообще на днях написало, что вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91% или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества выборщиков, которые проголосуют за Байдена, газета прогнозирует на уровне 248-413, а за Трампа 125-290. Вероятно, именно этими показателями и была вызвана решительность Трампа в вопросе отправки в мятежные города федеральных агентов. В конце концов, его избиратели ждут от него снова Великой Америки, а не бесконечных погромов магазинов и сноса памятников рукопожатной общественностью. Но, как мы видим, технология подавления агентами центрального правительства пока приводит к результатам строго обратным ожиданиям, вызывая новые всплески протестов. Все по классике. Каждая новая попытка силового подавления, не доведенная до логического конца, порождает крики либеральной общественности про зверячее побытя и провоцирует еще больший протест. В общем, как верно подметил кто-то из пользователей интернета, в условиях карантина американским специалистам по цветным революциям приходится работать дома. Ну, а если серьезно, то политическая обстановка в США накаляется. С каждым новым погромом или столкновением с полицией, которые поддерживают политики от демократической партии, она обретает все больше шансов осенью смести не только Дональда Трампа, но и весь американский государственный строй. Если мэрам более десятка городов ничего не помешало обвинить президента и его администрацию в узурпации власти после отправки силовиков для устранения беспорядков в регионах, то что помешает им не признать итоги выборов, если на них победит Трамп? Пока такой сценарий кажется фантастическим, но угроза развязывания в Соединенных Штатах полномасштабной гражданской войны уже витает в воздухе. Для этого есть почти все необходимое. Две стороны с диаметрально противоположным видением будущего государства, разогретые протестами и предельно радикализированные социальные низы, и часть политической элиты, готовая разрушить устоявшийся общественный договор ради того, чтобы прийти к власти. И как тут не вспомнить недавний твит известного воплощения американской мечты Илона Маска, в котором он написал дословно следующее. Ну а пока Дональд Трамп не слишком успешно боролся с подначиваемыми демократической партией протестующими, госсекретарь США Майкл Помпео вызывал дух холодной войны и призывал к крестовому походу против коммунизма. Правда, на сей раз, вполне прогнозируемо, экзистенциальным противником была назначена не Россия, а Китай. 23 июля в библиотеке музея Ричарда Никсона в Калифорнии Помпео произнес пафосную речь, в которой назвал китайский коммунизм угрозой всему свободному миру. Приведем пару характерных цитат из этого выступления. Мы дали коммунистической партии Китая и самому режиму особые экономические преференции, согласившись на условия КПК о молчании по поводу нарушений прав человека в качестве платы за вход для западных компаний на китайский рынок. Конечная цель китайских правителей не в том, чтобы торговать Соединенными Штатами, а в том, чтобы грабить Соединенные Штаты. Президент Никсон однажды сказал, что боится, что создал Франкенштейна, открыв мир для коммунистической партии Китая. Так и получилось. Сегодня Китай становится все более авторитарным во внутренней политике и более агрессивным в своей враждебности к свободе повсюду. Те, кто помнят холодную войну между США и СССР, наверняка узнали в заявлении госсекретаря США знакомые нотки. Тоже навешивание ярлыков, те же апелляции к некому свободному миру в противовес несвободному, и тоже нагнетание вражды, в основе которой нежелание поступаться своими экономическими и политическими интересами в мире. Выступление Помпео было исполнено символизма. Даже место для него было выбрано не случайно. Ведь именно Ричард Никсон, в библиотеке имени которого прозвучала эта новая фултонская речь, положил начало экономическому партнерству США с Китаем в противовес тогдашнему основному противнику американцев – Советскому Союзу. Заявления Помпео должны были символически положить конец начинаниям Никсона во взаимодействии с КНР. Им предшествовал громкий дипломатический скандал. В начале прошлой недели США потребовали от Китая закрыть его консульство в Хьюстоне к пятнице. Пекин назвал эти требования политической провокацией и грубым нарушением международных норм. По мнению представителя МИД КНР Вань Вэнь Биня, требование стало следствием попытки подорвать отношения двух стран. После этого появилась информация о том, что сотрудники консульства начали сжигать документы. В ответ президент США Дональд Трамп напомнил, что Штаты могут потребовать закрыть и другие дипмиссии. В начале текущей недели американские СМИ сообщили, что на территорию китайского консульства в Хьюстоне зашли федеральные агенты США. Симметричный ответ китайской стороны не заставил себя долго ждать. Руководство КНР распорядилось закрыть американское консульство в Ченду через несколько часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью в библиотеке Ричарда Никсона. Ранее стало известно, что власти США отказались от открытия консульства в Ухане, которое прекратило свою работу еще в конце января из-за вспышки коронавируса. Как пишет агентство Associated Press, ссылаясь на источники в правительственных кругах США, американцы не стали открывать консульство в надежде сохранить лицо и избежать симметричного ответа китайской стороны. Логика тут такова. Если одно из американских консульств Поднебесной так и не работало, то китайская сторона могла никак не ответить на закрытие своего представительства в Хьюстоне. Но не тут-то было. В рамках усиления американо-китайского противостояния продолжаются и враждебные выпады в адрес отдельных граждан противоборствующих сторон. Так, агентство BBC в пятницу сообщило следующее. Цитата. Еще одним шагом США стало то, что четверо граждан Китая были обвинены в мошенничестве с визами за то, что они якобы угали о своей службе в вооруженных силах КНР. В пятницу официальные лица США сообщили журналистам, что китайский студент, который бежал в консульство Поднебесной в Сан-Франциско, сейчас находится под стражей в США. Трое других были арестованы ранее. Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что Китай будет принимать ответные меры, и вскоре кому-то из американских граждан, пребывающих на территории этой страны, доведется оказаться за решеткой. Тем не менее, в Пекине заявляют, что готовы действовать в логике уменьшения конфронтации. Так, по заявлению китайского МИД, цитата, «Сложившаяся ситуация в отношениях между КНР и Соединенными Штатами – это то, что Китай не хочет видеть, и ответственность за нее полностью лежит на Соединенных Штатах». Как водится, при любом обострении противостояния между великими державами, каждая из них стремится обзавестись серьезными союзниками. Не стала исключением и нынешняя ситуация. В предыдущей передаче мы уже рассказывали о том, как министр иностранных дел КНР Ван И прямым текстом предлагал своему российскому коллеге Сергею Лаврову дружить против США. В ходе выступления Майкла Помпео в президентской библиотеке Ричарда Никсона аналогичное предложение, правда в непрямой форме, поступило Кремлю и от американской стороны. Эта новость вызвала такой резонанс, что пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову пришлось на нее реагировать. По его словам, озвученным 24 июля, цитата, «Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то». Из этого заявления очевидно. В Москве понимают, что в разгорающейся новой холодной войне между США и Китаем Россия будет обладать золотой акцией, которая может преклонить чашу весов в пользу одного из соперников. И хотя по множеству причин, в первую очередь военно-политических и экономических, России выгоднее принять сторону Китая, она будет тянуть с явным формализованным союзом до последнего, извлекая максимальную выгоду из своего положения. Наверняка аргумент золотой акции будет использован российской стороной в переговорах с американцами о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые президенты двух стран планируют провести еще до выборов в США. Что же касается реальных, а не гипотетических союзников США в борьбе против Китая, у них наблюдается существенное военно-политическое оживление. Так, недавнее заявление японского министра обороны Таро Коно шокировало мировую прессу. Господин Коно не верит в надежность американских систем противоракетной обороны класса ИДЖИС и призывает в случае угроз наносить превентивный удар по базам противника. В прессе США это уже назвали первой сменой японской военной доктрины со времен окончания Второй мировой. Разумеется, потенциальный превентивный удар японцев, каким бы гипотетическим он ни казался, может быть направлен только против Северной Кореи, которая, в свою очередь, является союзником и фактически сателлитом Китая. И несмотря на то, что формально США выражают обеспокоенность желанием японцев отказаться от американских систем ПРО, на деле ужесточение японской военной доктрины, если таковое произойдет, создавшая очередную точку напряжения на границе КНР. Нетрудно догадаться, что в условиях новой холодной войны это может быть отнюдь не лишним для Вашингтона. Подробнее об этом мы поговорим с политическим аналитиком Русланом Безяевым. Здравствуйте, Руслан. Добрый день, Даниил. Добрый день, уважаемые зрители. Вот каковы Ваши впечатления от происходящих в Соединенных Штатах процессов, в частности, от этих протестов, усилившихся в очередной раз, от их подавления силовиками из Центра и всех сопровождающих событиях? Знаете, у меня иногда складывается такое впечатление, что Соединенные Штаты Америки потихоньку подходят к краю некой пропасти, за которым станет неизбежно вопрос, а какие Соединенные Штаты Америки мы получим после 3 ноября этого года? Что это будет? Какая это будет страна? Это по-прежнему будет мировой геополитический и экономический лидер? Или это станет началом конца геополитического проекта не только США, но и вообще англо-саксонской концепции мира? Вот эта развилка, она сейчас наиболее интересна для понимания процессов, которые неизбежно будут происходить в ближайшие два года, в том числе эти процессы будут самым непосредственным образом влиять на ситуацию у нас в Украине. И от чего же зависит то, по какому пути пойдут Соединенные Штаты? То есть это продолжение дихотомии демократа-республиканцы, Трамп-Байден, или же все-таки при каждом из них возможен и тот, и другой сценарий? На самом деле Трамп и Байден, они же не сами по себе представляют определенные концепции. То есть концепция Байдена – это концепция, знаете, мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за вчерашнее дело. То есть таким образом пытаются ситуацию немножко откатить на 2013, 2012, 2010 год. Словно говоря, вернуться во времена Обамы. Но ведь обстановка в мире уже изменилась. Мало того, что обстановка в мире изменилась, изменились и сами Соединенные Штаты. Вот эти протесты начинают подрывать основу американской государственности. Это тот процесс, которым Соединенные Штаты Америки не сталкивались никогда в своей истории. Даже гражданская война 19 века в Соединенных Штатах Америки, она все-таки велась немножко по другим принципам. Это были принципы экономические и это были принципы социальные. Здесь же мы имеем и расовый конфликт, и конфликт социальный, и конфликт внутри веток власти. То есть фактически мы видим противостояние центра и противостояние штатов. Иногда возникает вообще веселая ситуация, когда в одном штате губернатор-республиканец, мэр-демократ, и фактически мэр является одним из толпов, благодаря которым развиваются протестные акции. Все это происходит на фоне просто дикой информационной войны, которую даже мы не наблюдали в период 2013-2014 года, когда более 90% СМИ выступают против политики нынешнего президента Дональда Трампа. Ну и традиционно уже применяется такой инструмент, как соцопросы, которые должны влиять на мировоззрение и будущий выбор простого американца. Вы, наверное, хотите вспомнить недавние данные за экономист по выборщикам. Да, и за экономист, и можем вспомнить, там, два месяца назад якобы Кембридж выпустил, аналитик, да? То есть такого рода соцопросы – это старый, добрый, проверенный инструмент. Но давайте не забывать, что все-таки в Америке не прямое избирательное право. Все-таки там народ не напрямую выбирает президента, его выбирают выборщики. И количество голосов не является гарантией победы на президентских выборах. Сколько тогда у Хиллари было больше? На два миллиона или на три? Ну, в миллионах я не скажу, но там чуть ли не в процентах была какая-то разница. Ну и как это повлияло? Никак. То есть фактически это пока единственный предохранитель, который дает надежду на то, что все-таки выборы в США – это будет выбор всего американского народа, а не части политических элит, замешанные на количество политтехнологий. Но сейчас никто не может предсказать, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки. И давайте не будем забывать, что помимо президентских выборов 3 ноября еще обновляются Сенаты и Конгрессы и проходит референдум о присоединении Пуэрт-Рик к Соединенным Штатам Америки. Возвращаясь к внутренней политике Соединенных Штатов и пометуя о всех этих протестах, о разжигании вражды, можно, наверное, прогнозировать их усиление на осень? Или как вы считаете, чего стоит ожидать от американской улицы осенью, вот скажем, в сентябре-октябре? В первую очередь надо дождаться, когда выйдут исследования Гэллопа, которые покажут реальную социологическую картину, более-менее. Потому что Гэллоп – достаточно серьезная структура, и она, как правило, не замечена в зашкварах. Второе – надо понимать, насколько глубоко Трамп пойдет в расследование тех ключевых вопросов, которые он поставил. Это касается ситуации с растратой денег на Ближнем Востоке, это касается ситуации с коррупцией в медицине. Вы знаете, что там происходили случаи из ряда вон выходящие, когда больной приезжал в больницу, у него обычная РВИ, ему записывали коронавирус, из этого выделялось 10 тысяч вместо 2-3 тысяч, ну и, соответственно, сумма распиливалась. Это один момент, а другой момент, когда больной без страховки приезжает, его не обслуживают вообще, и он с коронавирусом идет заражать. Да, третий момент, когда просто больных коронавирусом специально помещают, например, в дома престарелых. Четвертый момент, когда больной приезжает в больницу, как бы его оперируют, он приносит свой страховой полис, а потом уезжает, он говорит, а не, ребят, тебе еще же доплатить надо, тысяч 5-6. То есть, это все коррупционная составляющая, на которой очень многие люди зарабатывали огромные экономические и политические капиталы. Естественно, что если Трамп начнет копать вот эти моменты, я уже не говорю про коррупцию на местах, я уже не говорю ситуации, например, с Мексикой, наркотрафиком, я не говорю о ситуации с нелегальными иммигрантами, я не говорю о ситуации, в которой бизнес стоит, когда одни штаты то открывали, то закрывали. При плюс-минус аналогичной ситуации губернаторы принимали решение то закрывать штат, то открывать штат. Но ситуация же началась с Балтимора, все вот эти вот события. Вот можно посмотреть вот именно развитие эпидемиологической ситуации в Балтиморе и сделать определенные очень интересные выводы. То есть вот эти все, совокупность вот этих всех факторов говорит о том, что фактически Трамп сейчас апеллирует к рацию рядового американца, безотносительно цвета его кожи. Ну что ж, мы будем следить за развитием ситуации. Спасибо вам, Руслан, за беседу. В гостях у Международной панорамы был Руслан Безяев, политический аналитик. В вопросе мирного урегулирования на Донбассе прошлая неделя стала неделей сдержанного оптимизма. 22 числа появилась информация о том, что в рамках трехсторонней контактной группы в Минске стороны достигли договоренности о новом режиме прекращения огня. Вот что сообщалось об этом на сайте президента Украины. Цитата. Согласно принятому решению, с 0 часов 01 минуты 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Прорыв в деятельности ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы в политических советников и глав МИД стран-участниц нормандского формата. Те из наших зрителей, которые давно и пристально наблюдают за процессом урегулирования конфликта на Донбассе, могли бы справедливо указать на то, что с 2014 года счет подобным договоренностям о прекращении огня идет чуть ли не на десятки. И до сих пор ни одна из них не работала. Однако после того, как 23 июля ОБСЕ опубликовала полный текст договоренности, стало понятно, что она существенно отличается от предыдущих режимов прекращения огня. В частности, впервые за всю историю конфликта стороны договорились одновременно издать и опубликовать приказы по своим войскам со следующими запретами. Первое. Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон. Второе. Запрет на применение огня, включая снайперский. Третье. Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности. Кроме того, документам предусмотрены эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии Совместного Центра по контролю и координации, а также открытие ответного огня только в том случае, если вышеперечисленные меры не сработали и только с разрешения СЦКК. Отличия от предыдущих перемирий налицо. На этот раз запреты более жесткие. Кроме того, как сообщил накануне перемирия пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил Украины, Киев намерен направить на Донбасс военнослужащих, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях ООН и разместить их на первой линии обороны. Вероятно, логика такого решения состоит в том, что бойцы с опытом миротворческих миссий за плечами более стойки к провокациям и по определению подготовлены к поддержанию мира, а не непрерывной велотекущей позиционной войне. Но, как говорится, дальше больше. 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которого были опубликованы сенсационные подробности. Сообщение о прошедшем разговоре на сайте российского президента было весьма сдержанным и даже критичным. В частности, там говорилось о том, что Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. А вот официальный ресурс президента Украины был более оптимистичен и порадовал журналистов сенсацией. Цитируем. Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ и закон о децентрализации, предусматривающей изменения в Конституцию Украины. Стоп-стоп-стоп! Это не о тех ли изменениях в Конституцию речь, вероятность которых категорически отверг две недели назад представитель Украины в ТКГ Алексей Резников? И не о том ли особом порядке местного самоуправления, от перспективы которого украинские чиновники категорически открещивались на протяжении последних месяцев? Похоже, позиция Киева, по крайней мере на словах, резко сместилась от попытки саботировать выполнение Минских соглашений к попытке сделать первые шаги в их выполнении. Что же послужило причиной такой перемены? С нашей точки зрения варианта ответа здесь может быть всего три. Первый. После Демарша и Резникова на различных переговорных площадках и принятия Радой постановления о назначении выборов, противоречащего девятому пункту Минского комплекса мер, на Киев стали интенсивно давить западные партнеры, а именно Германия с Францией. Не исключено, что на днях у Владимира Зеленского состоялся неафишируемый разговор с кем-то из европейских коллег или что по дипломатическим каналам они донесли до украинской стороны нежелательность попыток переписать минские соглашения по факту, выходя из них. Второй вариант – это условный хитрый план Ермака. Он предполагает, что глава Офиса Президента никогда на самом деле не отказывался от своей линии на мирное урегулирование, проводимость с сентября прошлого года, а лишь маскировал при помощи условного злого полицейского Резникова, опасаясь протестов со стороны националистов. Впрочем, у этой версии есть одно слабое место. Если предположить, что заявление о желании переписать Минск – блеф, то как объяснить принятие Верховной Рады постановления о выборах на неподконтрольных территориях только после передачи границы? Разумеется, мы понимаем, что любой правовой акт в Украине весьма условен и может быть отменен или изменен в любой момент. Но все же принятое постановление – это нечто более фундаментальное, чем просто заявление. И, наконец, третий вариант. Попытки Офиса Президента Украины оживить разговоры о процессе мирного урегулирования – не что иное, как предвыборный пиар. Ранее мы уже говорили о том, что очередную встречу в нормандском формате украинские власти рассматривают как возможность поднять свой рейтинг перед местными выборами. Но остальные участники нормандской четверки согласятся на встречу, только если будет выполнено хотя бы что-то из предыдущих договоренностей. Вполне возможно, что именно этим условием обусловлена неожиданная смена курса Офиса Президента в вопросе мирного урегулирования. На то, что политика украинского президента и его офиса в отношении процесса мирного урегулирования действительно изменилась, по крайней мере пока, указывает уход из переговорной группы Леонида Кучмы, о котором он объявил 28 июля. Будучи последовательным лоббистом интересов своего зятя Виктора Пинчука, тесно сотрудничающего с Демократической партией США, Кучма был сторонником саботажа мирного урегулирования и продолжения велотекущего конфликта. На любые конструктивные шаги, вроде утверждения формулы Штайнмайера в качестве модели урегулирования в октябре прошлого года, его можно было вынудить только путем сложных комбинаций. Теперь же он умыл руки, а значит на горизонте замаячил прогресс в мирном урегулировании. Вышеописанные варианты объяснения изменений подхода украинской власти к вопросу установления мира не являются взаимоисключающими и могут комбинироваться друг с другом. Что бы ни служило причиной подвижек и чем бы они ни закончились, если подобные инициативы позволят спасти хотя бы несколько жизней от бездны войны, их можно только поприветствовать. Впрочем, перспективы установления перемирия и возможного урегулирования конфликта на Донбассе довольны не все. 27 июля сторонники экс-президента Петра Порошенко прошли по центру Киева, выкрикивая матерные лозунги в адрес действующей власти и утверждая, что подписанием перемирия армии был нанесен удар с тыла. Большинство участников акции были одеты небогато. Да и политическая экзальтированность явно не лучшим образом сказывается на их нервах. А вот у их вождя все хорошо. Накануне митинга своих верных сторонников он сел на самолет, совершающий чартерный рейс за 15 тысяч евро, и со спокойной душой улетел в курортный турецкий город Бадрум. Оно и правильно. Погода шепчет, море теплое. Не торчать же при этом бывалому революционеру-реваншисту, кавалеру орденов Липецкой фабрики и Укроборонпрома на пыльных улицах Киева среди своих потных сторонников. Подробнее разберемся в этой теме вместе с политическим аналитиком Сергеем Лазовским. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Как вы оцениваете те подвижки в вопросах мирного урегулирования, которые произошли за последнюю неделю? Я имею в виду установление очередного перемирия, на этот раз более строгого, чем все предыдущие, а также телефонный разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, в котором украинский президент заявил о готовности принимать некие документы, предусматривающие изменения в Конституцию и особый статус для неподконтрольных районов Донбасса. Ну, начнем по порядку заданных вопросов. Первое. Очередное перемирие. Ну, я его так и расцениваю, как очередное перемирие. То, что оно в какой-то мере, во всяком случае, декларативно пока отличается от предыдущих перемирий, то есть более строгий контроль, якобы больше к этому внимания и тому подобное. Ну, декларации-то у нас все хороши, важно, как они потом, впоследствии, выполняются. Мы уже видим, что за день было 111 огневых соприкосновений. Ну и что, чем это новый формат прекращения огня, чем он отличается от старых. Сергей, ну ведь буквально неделю назад или две недели назад мы видели совершенно противоположную позицию Киева, представителей которого, вот в частности Алексей Резников, представитель Украины в ТКГ, заявлял о необходимости переписывания минских соглашений и о необходимости изменения очередности выполнения их пунктов. То есть там вопросы шли о границе, о том, когда проводить выборы, до или после передачи контроля и так далее. И, в общем-то, это противоречит тому, что записано в комплексе мер по выполнению минских соглашений. И это явно не особо нравится нашим европейским партнерам, Германии и Франции. Так что же послужило причиной смены позиции Украины по данному вопросу? И могли ли это быть какие-то тайные, возможно, какие-то непубличные контакты между представителями Германии и Франции и украинской стороной? По поводу заявления Резникова, ну, у нас же, вы помните, и Клинкин, и Резниковы, и кто угодно у нас может рассказывать, как он видит и как он трактует позицию Украины. При этом они, ну, если Клинкин хотя бы имел на это основание, будучи министром иностранных дел, то позиция Резникова, который, он, по-моему, еще и не утвержден на место, освободившаяся после Куча, уже вовсе странно прислушиваться к тому, что говорит этот человек. По поводу позиции наших партнеров, вот здесь интересно, здесь интересно. Дело в том, что долголетнее, скажем так, доминирование американской позиции в этом вопросе и во всех остальных вопросах, оно, судя по всему, сейчас претерпевает значительные изменения, поскольку им там со своими бы внутренними вопросами разобраться. В это время, разумеется, будет активизироваться позиция европейской стороны, а европейская сторона уж никоим образом не заинтересована в том, чтобы этот конфликт продолжал и развивался. Если бы его признали окончательно уже внутренним, ну, у них руки развязаны, слава богу, занимайтесь там внутри себя, как хотите, не морочите людям голову, а мы с Россией будем торговать и налаживать экономические отношения, поскольку и Франция, и Германия, не говоря уже о России, они и понесли, и продолжают нести значительные убытки в связи со всеми этими событиями. Поэтому, когда у них появился в руках такой повод неопровержимый, подписанные документы, меморандум, и это не выполнено, тогда уже они действительно, я так думаю, это именно те события, о которых вы говорили, очевидно, были определенного рода переговоры непосредственно с Зеленским, и мы ему, наверное, сказали, что украинская лукавость, она хороша, когда в 95-м квартале, когда это в международных отношениях, это по-другому оценивают. Вот где-то так, я думаю. Сергей, а вот если у Украины, будем говорить, не будет в дальнейшем сходиться слово с делом, то есть вот сейчас наши высокопоставленные должностные лица вроде как заявляют о том, что готовы и изменения в Конституцию вносить, и Минские соглашения выполнять и так далее, но на практике мы понимаем, что до этого может не дойти, то как тогда будут действовать Германия и Франция? Стоит ли ожидать от них ужесточения риторики какой-то публичной и публичного порицания украинской стороны? Риторика, Данил, может поменяться щелчкообразная. Скажем, что вот с завтрашнего дня мы начинаем относиться к вам не как к пострадавшей стороне, а как к стороне, которая не договороспособна. И тогда мне бы сильно не хотелось стать свидетелем, что будет тогда. По поводу действенных мер Украины, ну, может быть, Зеленский об этом не задумывается, может задумывается, но могу подсказать. Для того, чтобы наладить как минимум диалог, взаимопонимание с нашими хотя бы западными партнерами в Германии, в той же Франции, нужно делать, в общем-то, небольшие шаги. Нужно прекратить финансирование всех этих правил радикальных группировок. Нужно высказать свое мнение по поводу более чем годичного назад обстрела 112 канала, нападения на журналистов, на офисы политических партий, лишить финансирования все вот эти вот активные формирования, как говорил Шариков, без того, чтобы где-то харчеваться, они очень быстро разбегутся. Ну, часть из них, они, конечно, попытаются реализовать себя в качестве рэкета, трэшевания и тому подобное. Ну, а еще раз говорю, у государств при желании достаточно сил, чтобы в течение недели пресечь это все. Да, будут отдельные экспрессы, отдельные, но не так, как сейчас, в день по несколько раз. Спасибо вам за беседу, Сергей. Нашим зрителям напомню, в гостях у меня был Сергей Лазовский, политический аналитик. В Британии, между тем, в очередной раз актуализировалась тема шотландского сепаратизма. Формальным поводом для ее возврата на передовые полосы газет Королевства послужил визит премьер-министра Бориса Джонсона на крабовую ферму. Нет-нет, не стоит искать аналогии между панцирями крабов и красным мундиром, как символом британского империализма, при виде которого всякий свободолюбивый шотландец гневно задирает свой кивт, демонстрируя все, что он думает о господстве ее величества. Просто для своего первого за год визита в Шотландию британский премьер выбрал весьма странное место – небольшой архипелаг Аркнейских островов. Там, в окружении чаек и членистоногих, он произнес речь о том, что союз Англии и Шотландии крепок как никогда. Цитата. «Наш союз – фантастически сильная институция. Он помог стране преодолеть все трудности. Я думаю, то, что люди хотят увидеть, это еще большее сплочение нашего государства. И это именно то, что мы собираемся сделать». Когда Борис Джонсон говорил о сплоченности, он явно пытался строить хорошую мину при плохой игре. Шотландская национальная партия, выступающая за независимость Шотландии от Соединенного Королевства, заявила, что визит показал, Джонсон был в панике по поводу растущей среди населения поддержки шотландской независимости. Вот, например, что пишет газета The Guardian о заявлении лидера шотландских националистов Николы Стрэджин по поводу визита британского премьера. Цитата. Стрэджин обвинила премьер-министра в ликовании от пандемии после того, как Джонсон использовал свой первый визит в Шотландию с момента выборов в декабре прошлого года, чтобы донести мысль о том, что ответ Великобритании на вирус продемонстрировал истинную мощь Союза. Он утверждал, что коронавирус означал бы экономическую катастрофу для Шотландии, если бы она не могла рассчитывать на помощь казначейства Великобритании. Джонсон не ответил на вопросы о панике кабинета министра в связи с растущей поддержкой независимости в Шотландии, после того, как в среду стало известно, что он приказал старшим министрам посещать Шотландию более регулярно и сделать свое правительство более заметным в шотландских СМИ. Вместо этого, возродив главный лозунг кампании референдума 2014 года, он сказал «Я думаю, что стране намного лучше быть единой, и это то, во что я верю». Ввиду таких уклончивых ответов на вопросы и патетических заявлений, совсем не удивительно, что вместо того, чтобы выступить в Эдинбурге, где сосредоточены все органы власти Шотландии, он поехал крабом на острова. Это обстоятельства визита британского премьера шотландские националисты высмеивали всю неделю. Стоит отметить, что основания для беспокойства за единство страны у британского премьера действительно были. Это признают даже вполне лояльные короне-эксперты. Вот, например, что пишет в своей статье под названием «Борис Джонсон пытается овладеть Шотландией, но только деньги удерживают их союз вместе» британский журналист Саймон Дженкинс. Цитата. Наконец, Борис Джонсон поехал в Шотландию. Тэтчер никогда бы не осмелилась на подобное на пике своей непопулярности. Но ничто не говорит о состоянии союза в Великобритании и Шотландии громче, чем корона-кризис. В то время как уровень избыточной смертности в Шотландии был немного ниже, чем в Англии, там наблюдается один из самых высоких показателей смертности среди сопоставимых европейских стран. Тем не менее, первый министр Шотландии Никола Стрэджин, по данным опросов, имеет рейтинг одобрения в своем регионе в плюс 82%. Рейтинг Джонсона в Англии составляет минус 6%. Поддержка независимости Шотландии возросла до 54%. Конечно же, причины роста сепаратистских настроений в Шотландии заключаются не только в коронавирусе и связанном с ним экономическом кризисе. Эти события просто стали очередным катализатором. Гораздо больше повлиял на скептицизм шотландцев в отношении Объединенного Королевства недавний Брекзит. Дело в том, что в неанглийских регионах Британии, в отличие от, собственно, Англии, доминировало желание остаться в составе Евросоюза. Кроме того, сама процедура выхода Королевства из ЕС была весьма затянутой, сопровождавшейся множеством скандалов и весьма архаичных проявлений британской политической системы. Так, например, в начале прошлой осени Королева издала указ о прекращении работы парламента на месяц, чтобы не дать депутатам заблокировать выход страны из ЕС без соглашения о дальнейшем экономическом взаимодействии, обсуждение которого слишком затянулось. Ее Величество сделало это в ответ на прошение Бориса Джонсона. Причем, когда политические оппоненты начали обличать урезание демократических процедур, всю критику они сосредоточили именно на премьер-министре, который якобы ввел королеву в заблуждение, предоставив ей недостоверные сведения. Все это обнажило суть британской политической системы, в которой нет писанной конституции, а полномочия королевы, вопреки расхожему мнению, часто ограничиваются лишь ее доброй волей не вмешиваться в политический процесс. Однако, как показала практика, всякой доброй воле однажды приходит конец. Для мыслящего на европейский манер и привыкшего считать себя жителями демократической страны населения Шотландии, особенно для молодого поколения, подобные рудименты феодального строя выглядят дикостью. Кроме того, среди шотландцев зреет обида за национальное угнетение, которое, по их мнению, усиливает правительство Джонсона. Вот, например, цитата из британской прессы. Год назад он вошел в премьерскую резиденцию с обещанием стать премьер-министром всего Соединенного Королевства и присвоил себе в значительной степени символический новый титул союзного министра. Но некоторые лидеры автономии утверждают, что его реальная политика вовсе не такова и что такие темы, как Brexit и коронавирус, продемонстрировали стремление премьера к централизации власти и маргинализации неанглийских народностей Великобритании. В данный момент основным лозунгом сторонников независимости Шотландии является требование повторного референдума о ее выходе из состава Соединенного Королевства. Формально они аргументируют это тем, что прошлый референдум проходил еще когда страна была в Евросоюзе, а теперь условия изменились. В Лондоне, разумеется, не в восторге от такой идеи. Борис Джонсон, например, выступает категорически против повторного референдума о независимости Шотландии. Теоретически, в будущем сложившаяся ситуация может привести к еще более серьезным внутриполитическим проблемам в Британии. Впрочем, не стоит забывать и о том, что требование независимости – один из инструментов, при помощи которого шотландские элиты выторговывают себе экономические преференции у Лондона. Так что шум вокруг этой темы может быть банальным блефом для того, чтобы припугнуть элиты-старушки Англии. В этой теме нам поможет разобраться кандидат политических наук Алексей Якубин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вот, собственно, самый главный вопрос. Насколько реально угроза шотландского сепаратизма? Смотрите, я думаю, что тут есть несколько причин, почему вообще эти настрои подогреваются. Во-первых, если мы с вами вспомним о референдуме 2014 года, он прошел по поводу выхода Шотландии из Европейского Союза. Он прошел, на самом деле, достаточно близко к этому порогу, желающих поддержать идею о выходе Шотландии из Соединенного Королевства. То есть там пару процентов лишь было, которое отделило одно от другого. Он, кстати, как и в Брексите. Но важный компонент стоит в том, что тот референдум все-таки он проходил еще в тот момент, когда никто о Брексите не говорил. То есть Шотландия была частью Великобритании, Соединенного Королевства, которая была частью Европейского Союза. Да, у них там сложные отношения, но на тот момент еще никто не говорил, что вот завтра Соединенное Королевство покинет Европейский Союз. И, насколько я понимаю, в Шотландии сейчас вот к этому и апеллируют, когда они говорят о возможной необходимости проведения второго референдума по поводу отделения. Что мы тогда проводили в одних политических условиях, сейчас политические, экономические, социальные условия изменились. В Великобритании, по сути, она сейчас находится в переходном режиме подготовки выхода из Европейского Союза. Ну, по сути, и Брексит начался, но сейчас переходной период, так называемый. То есть она находится вот в этом переходном периоде. И в Шотландии они тоже считают, например, экономические потери, которые получает страна. Не секрет, что явно видел статистику, что, например, Шотландия от выхода из Европейского Союза только в ближайшее время может потерять там 3-4, может быть, даже 5 миллиардов евро. То есть экономика Шотландии пострадает от этого. Потому что Шотландия, по сути, она намного ближе была, по многим связям привязана к странам Европейского Союза. И плюс тут еще, конечно, играет роль, знаете, грубо говоря, исторических обид, которые Шотланд, и в широком понимании, шотландский политический класс отчасти имеет в сторону Лондона. Ну, постойте, ведь шотландская политическая элита была полностью инкорпорирована в британскую и получила в ней, в общем-то, неплохие места. Отчасти да, но мы видим, что... Традиционная политическая элита. Да, конечно, но тут есть влияние, ну, скажем так, последнего развития, да, разных частей Соединенного Королевства по-разному. Потому что не забывайте, что Шотландия имеет достаточно большие энергетические ресурсы, имея в виду нефть и газ. И значительная часть средств, которые она получает, вот, в общем-то, она получает из этих источников. При этом ей приходится делиться с остальными странами Соединенного Королевства, да, другими частями Соединенного Королевства. Насколько я понимаю, в Шотландии всем это не очень нравится. Плюс шотландцы, насколько я вижу, они хотят продолжения, вот, знаете, когда-то в Великобритании был процесс, назывался деволюция, да. Это процесс был при Тони Блэре реформу местного самоуправления. Когда именно на местные уровни, в том числе в Шотландию, передавались полномочия. И, кстати, начиная с 90-х годов, в Шотландии, в общем-то, и стал работать в шотландский парламент, да. Ну, как бы он был, как бы, восстановлен во многом. Мне кажется, что этот процесс продолжается. То есть часть шотландского политического класса, она просто думает, а зачем нам находиться дальше в условиях, когда мы почувствовали немножко свободу, почувствовали, что значит распоряжаться экономическими ресурсами, видим потери от выхода из Европейского Союза для себя. А сейчас, к тому же, накладывается коронакризис на это, да, потому что со стороны Шотландии есть критика централизированных мер Лондона по политике в контексте COVID, да, и, в общем-то, той политики, которую проводил Борис Джонсон. И вот я думаю, что часть политического класса в Шотландии просто вот думает, а почему бы не воспользоваться вот этими всеми, ну, скажем так, несколькими кризисами, которые совпадают вот в одну точку и которые на сей момент могут сыграть таким образом, что шотландцы на выборах, на референдуме проголосуют за выход Шотландии и Соединенного Королевства. Тут ключевой вопрос, согласится ли консервативная, да, вот, партия и вот консервативное правительство, которое есть сейчас, на проведение такого второго референдума. Потому что я так понимаю, что это одна из точек дискуссии, потому что, ну, опять-таки, по примеру Брексита мы видим, что если на референдуме решение принято, оно выполняется. Может быть, с некоторыми задержками, но выполняется, да. Соответственно, я так понимаю, что Лондон понимает, что если уже такой референдум будет еще раз проведен в Шотландии, и результаты будут теперь уже со знаком плюс за выход, не удастся уйти от этого вопроса. Если в Шотландии начнутся вот эти процессы, связанные с новым референдумом, потом могут добавиться другие игроки, желающие тут уже поиграть. То есть со стороны Европейского Союза я, на самом деле, не исключаю, что там тоже есть некая обида на Великобританию. Ну, мы слышали это, на самом деле, даже в некоторых заявлениях европейских чиновников, да, которые так, ну, они вроде бы говорят, что да, ничего страшного, да, все, но есть обида, ну, как же так, вот взяли, покинули наш проект. Ну, обида вряд ли может служить политической категории, а вот желание отомстить и показать, чтобы другим неповадно было, это да, скорее всего. И не без этого, да, и показать, что, видите, вот без Европейского Союза вы распадетесь, что, ну, потому, тут может просто возникнуть ситуация, когда включатся другие центробежные тенденции, но для самого Европейского Союза это, конечно, тоже несет определенные риски, потому что внутри же стран некоторых Европейского Союза есть тоже проблемные территории, да, ну, или которые оспаривают, ну, как бы, или говорят о том, что они хотят получить больше независимости, ну, та же Каталония, к примеру. Да-да. Ну, это не только Каталония, там есть и другие, да, такие. То есть, это вообще может запустить, на самом деле, своеобразный вот такой вот процесс парадов суверенитетов новых. Ну, что ж, интересные процессы происходят, мы будем следить за их развитием. И это может быть даже еще быть выгодной частью, давайте честно говорить, транснациональных корпораций, потому что ведь новые вот эти страны, они часто бывают намного более слабее, да, в контексте влияния транснациональных корпораций на налоговые системы этих стран, ну, то есть, офшоры. То есть, неустоявшиеся законодательные системы. Абсолютно верно, абсолютно. То есть, они в этом плане являются более слабыми игроками перед огромными транснациональными корпорациями, которые часто имеют общий свой доход, больше, чем ВВП этих стран. Спасибо вам за беседу, Алексей. Спасибо большое, Данила. В гостях у меня был Алексей Якубин, кандидат политических наук. Влияние коронакризиса ощущается во всем мире. 21 июля там прошла очередная акция протеста против правительства Бениамина Нетаньяху, завершившаяся задержанием 34-х человек. Протестующие с апреля выступают за отставку премьера и против мер, введенных в связи с пандемией. Еще в ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила официальное обвинение премьер-министру Бениамину Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам глава правительства тогда отрицал все обвинения в свой адрес. Он назвал их попыткой переворота. Кроме того, премьер утверждал, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны оппонентов и СМИ. Стоит отметить, что это был первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру. Уже текущей весной, после выборов и очередного назначения премьер-министром, Нетаньяху начал принимать участие в судебных заседаниях. Правда, потому как он держался, было заметно, что он уже считает себя победителем. А вот демонстранты на улицах так не думают. В последние недели протесты против правительства Нетаньяху усилились и участились. Начавшись как митинги против коррупции, они быстро подхватили антикарантинные лозунги и как результат объединили все свои требования в желании отставки правительства. Вот, например, что пишет об израильских протестах издание Евроньюз. Цитата. В субботу вечером тысячи людей вышли на улицы Израиля, а главные акции протеста прошли в столице, Иерусалиме, возле официальной резиденции премьер-министра Бениамина Нетаньяху. В воскресенье полиция сообщила, что более десятка человек были арестованы. Протесты были вызваны тем, что критики считают неспособностью правительства справиться с коронакризисом после первоначального сдерживания угрозы вируса. Коррупционные обвинения против Нетаньяху еще больше подогрели демонстрации. Итак, в чем же обвиняют Нетаньяху? В общей сложности против него заведено три дела, известных как Дело Тысячи, Дело Двух Тысяч и Дело Четырех Тысяч. Приведем их краткое описание. Дело Тысячи – это о мошенничестве и злоупотреблении доверием. Примеры обвиняют в получении подарков, в основном сигар и бутылок шампанского от различных бизнесменов в обмен на некие услуги. Дело Двух Тысяч возбуждено по той же статье. В нем Нетаньяху обвиняют в том, что он предлагал поспособствовать росту популярности израильской газеты «Едиот Ахронот» в обмен на благоприятное освещение своей деятельности в этом издании. Дело Четырех Тысяч касается подкупа, мошенничества и злоупотребления доверием. Его фабула гласит, что в бытность премьерам и министрам связи Нетаньяху якобы способствовал принятию регулятором решений в интересах основного акционера телекоммуникационного гиганта Безек Шауля Эловича в обмен на благоприятные для себя публикации на новостном онлайн-ресурсе «Валла». В общем, сущие пустяки. Разве это коррупция? Ему бы у наших чиновников поучиться. Миллионные взятки наличными, передаваемые во время похода за арбузом. Мыши, съедающие зерно из госрезерва сотнями вагонов. Вездесущие прослушки друг друга силовиками. Вот где настоящий размах. А то сигары он, видите ли, в дар принимал и благоприятного осмещения СМИ просил. Ну а если серьезно, негодование израильского общества понятно. Несмотря на то, что согласно израильскому законодательству премьер-министр, которого обвиняют в злоупотреблениях, не обязан уходить в отставку, таких прецедентов пока не было. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт ушел с поста лидера партии, когда шло расследование по обвинению в коррупции в 2008 году. Однако формально он оставался на посту премьера до всеобщих выборов 2009 года, когда к власти снова пришел Нетаньяху. После последних выборов для компаньона Нетаньяху по коалиции Бенни Ганса была придумана новая должность сменного премьер-министра. Это означает, что Нетаньяху и Ганс через полтора года поменяются местами, но даже после этого Нетаньяху останется в кабинете уже на этой новой должности. Очевидно, что все эти хитрые уловки для сохранения власти и ее раздела между господствующими политическими группировками работали в относительно спокойное время. Но сейчас, когда многие страны охватили протесты из-за жестких карантинных ограничений, убивающих экономику, недовольство в масс может вылиться в смену баланса сил и в приход в правительственные кабинеты политических оппонентов. В этом смысле кризис стал окном возможностей для оппозиции. И Израиль тут не исключение. Удастся ли протестам в этой стране выбить из своего кресла политического долгожителя Бениамина Нетаньяху, покажет время. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и ее ведущий, политолог Данил Богатырев.